Мы продолжаем нашу серию интервью с успешными выпускниками ВИФУ. И сегодня мы в гостях у замечательного предпринимателя, руководителя фирмы ООО «Вектор Моды» и основателя, собственно, Дмитрия Харина. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Ну, расскажите нам, Дмитрий, как вообще образование влияет на жизнь людей и как оно повлияло на вашу жизнь, в частности? Хороший вопрос. И у меня это действительно очень важная тема, потому как у меня до университетского образования, исторического, которое я получил в РГУ, был опыт. Три года я учился в РИСКе. Это на сегодняшний день на свой государственный технический университет. И через три года, сдав уже Сапромат, есть такая отсечка в разговорах студентов, которые на технических вузах учатся, когда уже можно жениться даже, я вдруг понял, что инженер – это не моя специальность. Я по своему складу гуманитарий, и больше всего мне нравится заниматься историей. Мне это интересно, мне об этом постоянно рассказывал папа в свое время, и поэтому я принял решение, моей целью стало поступить в университет. Причем первое желание было перевестись туда. Но выяснилось, что пока я три года учил математику, физику, ребята на ИСТФАКе занимались историей под различными соусами. Историей древнего мира, историей средних веков и так далее и тому подобное. Поэтому мне пришлось заново пройти все стадии. Во-первых, целый год я занимался с преподавателями, сидел, готовился в библиотеке, и потом, поступив на первый курс заново с нуля ИСТФАКа, имел огромную потрясающую мотивацию. Поэтому было учиться очень интересно. Удалось сколотить вокруг себя интересных ребят, с которыми мы интересовались археологией, прежде всего. Это нас объединило, сближало. Ну и было очень много интересов, связанных и с историей, и с музыкой, и с театром, и с книгами. И поэтому это была красота среда, которая мне очень многое дала в жизни. Я вот так часто анализируя, это действительно было становление личности в университете, когда ты напитываешься в этой среде новыми идеями и новыми какими-то очень важными вещами, которые потом влажаются в твою личность. А как же привела вот такая смесь технических знаний и гуманитарных предпринимательства? Ну, во-первых, я птенец 90-х годов, лихих. Но вот сейчас уже понимаешь, что это было время, когда не было какого-то сильного давления идеологии. То есть наше поколение, мое поколение, мои друзья, мы сейчас вот часто раздорим между собой, понимаем, что комсомол, пионерия и вся эта идеология советского общества, царковость вот эта, она ослабла и разжала свои когти. А новая лапа капитализма, она еще не сжала так крепко. То есть люди были вот в такой прострации, они выбирали, куда им дальше будет. И вот эта прекрасная возможность нашего поколения научиться выбирать. Конечно, не все с этим свыклись, не все к этому пришли, но те, до кого дошла вот эта идея, мысль, что ты сам выбираешь, куда тебе идти по жизни, они, конечно, очень выиграли. Они и сейчас продолжают выбирать. И еще очень здорово, что на втором курсе Истфака так получилось, что я попал по обмену Германии. То есть студенты из Германии вначале приезжали к нам и жили у нас в семьях в две недели, а потом мы поехали в Германию и жили у них в семьях такое же время. Путешествовали, ездили, смотрели Европу. И там я первый раз увидел, насколько студенчество, молодые люди свободны в выборе. Насколько они в то же время отвечают за свой выбор сами перед собой. Они ни на кого не надеются. И для меня сразу стало понятно буквально, что вот надо не уезжать в Германию жить, а надо Германию в голове привезти сюда и созговаривать на месте. А дальше уже было, вот от этого и отталкивался. То есть дальше было понимание, что нужно какую-то профессию обрести, потому что прокормиться в то время преподаванием в школе было очень трудно. Хотя я и это попробовал, я преподавал в школе, правда, физкультуру. То есть целый год я работал с школьниками от первого до десятого класса. Это тоже потрясающий опыт. И для управленца, прежде всего. То есть если ты умеешь с детьми найти общий язык, тогда ты тем более умеешь. Ну а потом я помню, что после окончания университета, когда оканчиваешь университет, огромное количество энергии освобождается. И у меня была такая тоже очень интересная идея. Мне хотелось посмотреть, что в России, какие есть еще возможности. И на целые 4 месяца я уехал в Санкт-Петербург. Как раз это был 98-й год, кризис. Вот я решил, что нужно не строить какие-то там заборчики во время ветра, а строить мельницу. И уехал в Санкт-Петербург. Работал там в коммерческой фирме. Я получил опыт общения, опыт жизни такой, в удалении от родных, от друзей, от построения новых коммуникаций. И вот после 4 месяцев вернулся в Ростов и здесь уже устроился на крупную фабрику швейную, элегант, где я уже получил такой навык профессионализма. Не просто какие-то коммуникации по продажам, а именно четко, как расписано производство, как выстраивать отношения на производстве с людьми, как выстраивать отношения с поставщиками на этом производстве, как выстраивать отношения с клиентами на этом производстве. Когда накопился багаж знаний, То есть через три года это тоже такая отсечка. Меня вызвал к себе генеральный директор Александрович Еремеев, который я учителем своим считаю. Он сказал, Дима, нам пора расстаться. И на вопрос, почему, я вот у него спросил, почему Александрович Еремеев. Недавно случилось такое событие. Умер Стив Джобс. Ушел от нас Стив Джобс. И, конечно же, многие из нас читали его Стэнфордскую речь. Помните у него вот этот момент, когда он ушел из этого? Точнее, даже не сам ушел, а его выдвинули оттуда. Так вот, я читаю, у меня аж остатки волос вставали на голове, потому что я благодарен Александру Еремееву, который меня в свое время тоже выдвинул. Ну да. И вот уже 10 лет я в свободном плавании. И теперь понимаю, что 10 лет это новая отсечка. Ну, можно вас еще попросить немножко рассказать о том, что Дмитрия, он замечательный, если позволите, пример, создание бизнеса с нуля. Ну, то есть фактически вот после Элеганта, да, вы рассказывали эту историю, если можно, поподробнее, да, как удалось вот с нуля, с ничего построить. Такой полноценный, наверное. Ну, вот я сейчас часто очень сталкиваюсь с вопросами, и действительно не только я, а многие предприниматели, когда общаются с молодежью. Где взять стартовый капитал, где взять денег на бизнес. Здесь, опять-таки, историческое образование тоже отложилось. Вот я в последний раз на встрече в университете для студентов привезу такой пример. Все мы знаем город Танес. Это древнегреческая колония, которая была выведена греками сюда, на юг Векумены, на край Векумены, как они говорили. То есть там, где жили дикие голодные скифы. И сюда из Греции привозились товары. Вино, товары и украшения всевозможные, красивые вещи, одежда. А обменивалось это все на рабов, на шкуры животных, ну и на какие-то вещи зерейного стиля, которые греки еще только здесь могли найти. Так вот, в принципе, в основу моего бизнеса, вектором моды, был положен принцип обмен и логистическая связка. То есть Ростов так расположен идеально, что он, Танес и Ростов, что он связывает на данный момент север нашей страны, индустриальный север, финансовый север, Москву, прежде всего, имею в виду, и юг нашей страны. Это как мы были житницей, так мы житницей и остались. То есть вот скифы мы с горящими и жадными глазами. Вот, и поэтому, вот на этом и была построена схема. То есть я пришел к своим компаньонам, нынешним компаньонам. У них уже были наработки с одной из фирм из Санкт-Петербурга. И предложил им значительно расширить количество поставщиков и количество клиентской базы, благодаря вот этому расширению ассортимента. И на их вопрос, а что тебе для этого нужно? Вот тут и понадобился тот опыт, приобретенный на Элегантии. То есть во время работы на Элегантии я очень много ездил по выставкам и за границу, и здесь в Москве, в Санкт-Петербурге. И на этих выставках знакомился с людьми из среды, которая производит пальто. И вот благодаря вот этим связям и удалось привлечь сюда, в Ростов, в Вектор Мода, тогда это еще было просто индивидуальным предпринимателем, я открыл И.П. Калинин, куда мы привезли несколько новых торговых марок из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего города. То есть, по сути, вот они доверились? Вот самый интересный момент, вот этот вот, знаете, сейчас слоган мне очень нравится, метров, да, у Петрикиуденцев. Все дело в доверии. Если вы умеете у поставщика вызвать доверие, причем и вашими личностными качествами, и вашими профессиональными качествами, то есть вы можете ему четко объяснить, почему, если он вам доверит товар, вы его продадите и продвинете его торговую марку сюда на юг. И еще он получит прибыль от этой работы. Причем здесь очень важно, чтобы этот предприниматель был тоже заинтересован в работе с вами. То есть, чтобы вы не приехали к нему и сказали, вот вы мне дайте то, что продается, и я это продам. Это он может продать и сам, без вас. Вы должны начать с такого, что он не может продать. Вот в швейном бизнесе всегда есть остатки. Не только в швейном, а во всех. Я думаю, да, в других бизнесах. Во всех бизнесах невозможно угадывать все вновь. Ресурс, который не используется. Конечно. Так вот, начните с того, что вы можете продать производитель. И придумайте какую-то креативную идею, как вы это сможете продать. Вот тогда вы действительно ценны. Вот тогда вы действительно свой интеллектуальный капитал вовлекаете. И меняете его на капитал денежный. То есть, в принципе, можно к любому предпринимателю сказать, ну, прийти и сказать, вот если вы выстроили с ним доверие, вот давайте я ваши неиспользуемые ресурсы как-то попытаюсь вам раз и принести вам довольно-таки. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Бывали даже случаи, есть люди, которые, вот знаете, ну, не понимают по-хорошему. Для них нужно, чтобы какое-то давление произошло, да. И такие вещи тоже были. Здесь важно, чтобы, вот Кир меня хорошо понимает, важно, чтобы вы чувствовали вот эту игру в жизни. Просто, чтобы вы такой, серьезный, пришли в галстуки, одели его первый раз, там, новый, вот, пришли, здоровайтесь с этим человеком, он на вас смотрит и понимает, что перед ним начинающий, будущий, возможно, предприниматель. Да. И здесь очень важно, чтобы был какой-то элемент игры. Вы должны, возможно, столкнуть вот этого предпринимателя с его конкурентом и сказать, возьмите, мне ваша продукция нравится больше, поэтому я пришел к вам, а не к вашему конкуренту. Хотя он мне названивает и просит. Здесь должна быть какая-то игра. Без нее, ну, вообще в жизни ничего не бывает. Вот, и в итоге, когда ты вдруг увидел, что вспыхнули глаза у этого человека, и он говорит, нет, конкуренту я этого мальчишку точно не отдам, да. Вот тут важно поймать этот момент, кураж, развернуть эту уже возможность и потом очень важно действительно оправдать это доверие. Вы тоже должны понимать, и слушатели, и Киры, ты, что если ты берешь, потом не возвращаешь, тебе в следующий раз не дадут. И другие служебники дадут. Соответственно, вот 10 лет дают, берем. И сейчас уже на самом деле я сижу вот в этом гресле, ко мне приходят производители и говорят, мы знаем про вас, вы хорошо продаете здесь на юге, вы держите юг, пожалуйста, продвигайте нашу торговую марку. Опять начинается игра, ну, надо подумать, надо все хорошенько залесить, а сколько процентов будет скидка, вот так мы и ведем переговоры, так мы и играем друг с другом, и в этом драйве. Ну, а какие-нибудь новые проекты, что-нибудь? Есть новый проект, как я уже сказал, связанный все-таки с Германией, я понимаю, чтобы достичь своей какой-то цели стратегической, нужно делать маленькие шаги в сторону Германии направленные. В ноябре, 10 ноября, должен поехать на встречу в Берлин, где я встречусь с производителями оборудования для нанесения на одежду страз. Ну, например, Сваровский, это те стразы, которые знают все. Ну, кроме Сваровского, есть еще много страз не таких дорогих, скажем так, да. Это такой шаг к производству. То есть, это уже не реальное производство, но шаг к производству. То есть, это, скажем так, такое производство позволяет вашу одежду делать необычной, не такой, как у всех. Уникальной. Ну, в чем-то уникальной, да. И еще тут очень многое зависит, что рисунок, который делает эта машина на музе, на пальто, например, на мою продукцию, которой я занимаюсь, ее может выбирать сам человек. А это то, к чему мы сейчас постепенно и будем приходить. Это тоже опыт Германии. То есть, индивидуализация. То есть, те люди, которые хотят выглядеть необычно, не так, как все. Как вот сегодня на одном из тренингов предпринимателя, вот Сергея Ищинина, да. Предприниматель должен быть немножко ненормальный, немножко не такой, как все. И это действительно так. Я сам такой. А вот, допустим, я вот молодой инициативный студент, но еще, ну, только закончил, да, и еще вот что-то очень хочется, а еще пока не знаю, чем заняться. Я бы могу, например, вот к вам прийти и сказать, вот силы есть немедленно, не знаю, куда себя направить и что вот сделать. Ну, более того, наша идея в том заключается. Ведь два года назад, придя в университет и предложив нам общаться со студентами, создавая Академию предпринимательства, в которой мы уже активно работаем второй год, и с Киром вместе. Идея была такая, найти вот этих активных ребят, будущих предпринимателей, а тут из них уже настоящий предприниматель, и вместе с ними креативить вот эти проекты. И вот в этот свой проект, которым я сейчас хочу с немцами, с австрийцами заняться, мне бы очень хотелось, чтобы, знаете, создать такой коробочный продукт, у высокого подхвачена фраза, который можно было бы вот так расписать или прописать, чтобы молодой человек или девушка получали вот это, покупали это оборудование. Пускай там не вперед деньги, а, к примеру, брали его, потом постепенно отрабатывали, устанавливали его в каком-то из торговых центров, а дальше уже что у них творчество, как они сумеют продать эту услугу. И я понимаю, что если этот проект запустить, то потом просто можно привозить новое и новое оборудование и подтягивать молодежь, которая хочет найти себе какое-то применение. То есть такие люди востребованы, такие люди? Они очень востребованы, ну, поэтому пришли в университет, поэтому мы не бегем, да. Вот, и, а дальше следующий этап, это опять-таки чуть-чуть вперед забегая, хотя я часто наталкиваюсь на такое, знаете, от своих компаньонов в том числе, что, Дима, ты бежишь впереди паровоза. Ну и нормально, кто-то должен бежать впереди паровоза, да, а кто-то должен его сдерживать. И вот, найдя себе вот людей, которые вот эту золотую середину позволяют создать, вот тогда карабаль идет. Предприниматель создает новость. Да, так вот, забегая дальше, еще здесь вот мы пока на этапе становления, но уже забегая дальше, потом важно будет это оборудование еще и производить, например, с того круга. А тут уже понадобятся ребята с другими мозгами, те самые инженеры. То есть вы сторонник именно российского такого? Обязательно. А я все-таки, скажем так, антиглобалист, я русский. И в этом тоже сильно, вот мы опять возвращаемся к университету. В университете моим любимым автором и ученым, и историком, и этнографом был Лев Николаевич Кумилев, который говорил, да ребята, не будет никогда Единая Европа, все равно все люди разные, итальянцы одни, шведы другие, немцы третьи, греки четвертые, а русские так вообще единственные такие неповторимые. Поэтому я русский, я знаю, что у немцев многому можно поучиться, но то, чему у них учишься, привезя это на русскую землю, нужно это особенно и воплощать. Ну, раз уж мы вернулись немножко к университету, да, наверное, напоследок уже какой-нибудь совет, вот я закончил университет, да, допустим, и, ну, чтобы уберечься от ошибок, да, каких-то, может быть, построений бизнеса, либо вот, ну, что делать, чего опасаться, если бизнес там хочу, например, начать. Значит, ошибки надо делать, и благодаря этим ошибкам ты получаешь тот самый опыт жизненный, ради которого мы живем. Другое дело, что из этих ошибок нужно делать выводы, и только так, понимаете, делая что-то новое, а делая новое, невозможно не делать ошибок, делая что-то новое, и потом приобретая опыт, можно двигаться дальше, дальше. И дальше. И уж нынешнее развитие общества, оно только в этом. Вот я так считаю. Так что не хочу ни в коем случае вас предостеречь от ошибок, а хочу наоборот сказать вам, делайте, создавайте проблемы и решайте их. И решая эту проблему, с каждым разом вы будете становиться как спортсмен, су, крепче, крепче и крепче. Умнее, хитрее, гибче. То есть пробуйте, пытайтесь. Вот это единственный путь, и это путь предпринимателя. Вот. Спасибо большое.